Как вам, кстати, горы вчерашние? Я так смотрю сейчас, вот это кайф был. Приехал в Шанхай, тут как-то все по олдскульному. Со старта вот единственное место, где меня пытался натурить таксист. Ну, это потому что я, наверное, приехал в 2 часа ночи. Сколько, типа, сколько даешь? О чем поедем? Как обычно, вот, то есть, вижу. Я, блин, говорю, ты что, гонишь? Поехали по счетчику. Я 2 часа стоял в очереди заехать в аэропорт. Я говорю, мне-то что, какая разница? В итоге он упирался-упирался, и я подошел к полицейскому. Короче, они такие, ему говорят, едь по счетчику, и мы тебя проверим, то есть там чек покажешь. Короче, он был, конечно, очень недоволен, довез меня, все нормально. Сейчас тоже еду в таком такси, олдскул вообще полный. Такое грязненькое, короче, макия, такое, прям, как, я не знаю, 10 лет назад в Шанхайе. На жады вокзале Ханчао, чтобы пройти. Билеты уже распечатывают не нужно для меня, после ковида. Все-таки здесь автоматический пропуск по Шанханчжене, по-китайскому. По паспорту нужно проходить себе вручную пока еще. Классная шапка у меня в шами. Все-таки в Шанхае это мой первый такой китайский опыт большой. И вообще Чжи Чжан, все городки тут, я все хорошо знаю, в объезде уже по инструменту. Иу, Нинбо, Ханчжоу, везде был много раз. И тут как-то чувствую себя прям как дома. Вот именно в этой провинции. Китайцы прям такие все, родные такие прям, именно Чжи Чжанцы. Вот так вот встречает Иу. Что-то тут расстраивается. Вообще что-то безумное. Приятный теплый воздух. Понимаю на самом деле, что уже вторая половина лета. Скоро будет прохладнее. Мы едем на путье. Ниже город Рынок. Прикольно, что у него этот навигатор детским голосом озвучен. Кстати, вот такие деревья, блин, они у меня ассоциируются с Шанхаем. Ну и в принципе с Чжи Чжаном. Вот эта улочка такая тенистая, все сразу. Вот эта тема. Как я это люблю. И вот эти кады как раз начали стрекотать. Хороший отельчик. Маленький, чистенький, новенький и, блин, очень дешевый. Я сейчас спускаюсь, едут, меня везут на встречу с фабрикой, с которой я уже работал. Работаем, но я у них ни разу не был. Видели мои инспектора, доверяли заказ, доверяли их перед заказом. Пришло время познакомиться. Кстати, такие штуки, помните, с выставки? Они здесь стоят. Взлетелись. Несмотря на дождик, едем. Чувак, короче, да, такой чистит мясорку. И вообще не обращая внимания, мы пикаешь. Перегородил дорогу. Выезд. И вообще, короче, пофиг. Пусть весь мир подождет, называется. Работает. Совершенно часто вижу в последнее время в Китае. Раито. Да, которая называется. Она говорит, что это хуауэевская прошивка. Сейчас немного покажу. Расскажу вообще всю вам предысторию. Такие штучки они делают. Такие маленькие игрушечки. Динамо они делали тоже. Кого же рода. Они, короче, только вышли. Потом обрезаются. Ботики, собачки маленькие. Ну, это пресс-формы. Это горяченькие, свеженькие игрушки. Она просто их как светок обрывает руками. Вот как они выпекаются. Сейчас покажу вам по сути две половинки. Они, да, смыкаются. Ну, как пасочков, в принципе, понятно. Много всего. Разных элементов тоже обрывают. Сортируют лисичек. Лисичка. Кошечка. 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 А это мусор. Который затем, скорее всего, переплавливается. Главное. Тоже пресс-формы. Вот. Здесь еще какие-то фигурки. Тоже. Короче, игрушечки идут. Где-то бульдожки маленькие. Потом это еще может раскрашиваться. Потом в шоу-руме, в принципе, будет видно, что они делают еще. Все что угодно. А, вон, пингвин. Это будет пингвин, только он еще не раскрашенный. Много машин, на самом деле, фигут это все дело. И вот попадают какие-то еще крепления отдельно. Вот такие штуки. Собачьи. Тепленькие. Окей, я думаю, достаточно понятно. Это мы, короче, уже на складе. Мы тоже глянем, что они тут делают. Вот тут же готовые прям игрушки. Сложная такая. Много, много компонентов. Фигурки. Looney Tunes. Ага, здесь еще не сортированы. Тоже разные. Собачки, игрушечки. Еще не упакованные. Сколько всяких штук таких делается, на самом деле. Очень много. Вот она такая. Кукла. Прикольная. Сделано хорошо. Таких заусенцев. Вроде ничего не вижу такого. Все подрезано, почищено. Цвета даже такие сложные, можно сказать. Вот. А здесь такая вот еще тоже. Тут тоже сложное исполнение, кстати. У меня юбка мягенькая. Вот эта штука. А, окей. Это голова ее. Нет? Да. Думал, что это ее голова. Это японская тема. Вот глаза они печатали, а какие-то вещи раскрашивали вручную. Это тоже помню из нашего производства. Потому что если глаза начать рисовать вручную, будет все очень криво. Поэтому хотя бы глаза надо печатать. Так чтобы они были похожи на глаза. Иначе будет парад уродов. Вот здесь тоже элементы. Здесь сырье у них лежит. То есть здесь у нас есть фталатов, PVC, компаунд, полистерин. Тоже можно бы изучить, посмотреть. Потому что такие игрушки, как правило, все должны пройти за тема сертификацию. И они должны быть вредными для детей. Они должны не содержать вредных веществ. Какая-то кукла интересная. А тоже еще не доделанная. Блин, ну сложная вот эта штука. Юбочка у нее. Блестящая. Это прям как это делается интересно. Окей. Ну да, здесь немножко пахнет. Но пахнет как такой акварелькой. Не могу сказать, что плохо. Приятной краской. Не знаю. С детства этот запах помню. Стэн. Прикольный такой вор. Какой-то TP24. Какой-то стандартный. Здесь у нас печатают уже какие-то элементы. Можно посмотреть. Украсят по частям. То есть все разбивается на части. Все делается таким образом. То есть они вставляются и печатаются какие-то глаза. Там или какие-то элементы. Печатают глаза. Вставят там. Такая работа у чувака. Делает, везде нет, но это тоже. Why not. Ну тут ему что-то, кстати, с красочкой подмазал. Тут еще какие-то. Блин, мелкие детали вообще. Вот это они масюни. Реально очень мелкие. Блин, они еще и с глазами. Класс. Не, ну точность. Я в шоке. Смотрите. Очень мелко сделано. Так, а здесь уже покраска идет вручную. С пульверизатором. Берут щипцы игрушечку. Покрывают. Блин, и вот они эти маленькие, короче, кошечки. То есть их тоже вручную красят. Это жесть. То есть мордочки им печатают. А какие-то вот другие элементы, ее повточку вот эту розовую, ее красят в пульверизаторах. По одной. Кипец. Да, здесь, короче, тоже покраска. Просто такая сплошная. Здесь полностью красят. Там точечно красят. А если там супер прочные, типа глазки нависывают. Отдельно печатают еще. Вот. А здесь семена заливают. Мы уже находимся с вами в Кию. Да, по сути, центр производства мелких товаров. Игрушки и все, любые мелкие товары производятся просто в огромное количество. Так. Что-то здесь еще у них есть. Ова. Панды. Может, вы знаете, кто это такой вообще? Если вы узнаете какие-то игрушки, напишите в комментариях. Может, какие-то бренды известные. Я не знаю просто. Японские тоже какие-то элементы. Понятно. Это российские игрушки. Я не знаю. О, там обычную подкрашивают. Вот всякие элементики уже. Тоже игрушки. Кисточками. Вот это точность. Тоже кисточками все рисуют. Труто. Небольшая предыдущая, я вам расскажу. То есть, мы когда выбирали, естественно, в начале было ресерч, фабрик, получение предложений. Было больше 10, даже больше там 15. Где-то было разных предложений. Из них выбрали три. Мы просили образцы похожих фигурок. Где-то по точности, по сложности. И все прислали. То есть, было у них похожего, да? У этих не было ничего такого супер похожего в наличии. Но у них была классная шинация. Они были где-то вот в серединке по качеству. И цене. То есть, одних мы сразу отбраковали, потому что качество было фиговым. Одних отбраковали, потому что цена была слишком дорогая. И они попали в тендер, короче, как оптимальный вариант. Все сделали качественно. Мы не прогадали. Я вижу, что производство у них хорошее. Хотя, было волнение на всех этих мелких глаз, всех инструментов. Потому что игрушку делали по макетам, по дизайнам, по чертежам. Не было у них примера, образца, с которым сравнивать. Вот смотрите, насколько мелкие тоже. Винни-пуп вообще. То есть, вот мой палец и тоже его глаза все видно. И тут она ему, кстати, рисует точечки вручную. Вот еще мелкие, блин. Японские какие-то. Ух ты! Офигенно сделаем вообще. Вот это точности. Я в шоке. Она же настолько тоненькая у него палочка. Вот эта мотыга. Все раскрашено. Очень мелкая. То есть, вот палец мой. Для сравнения. Здесь тоже идет мелкая какая-то окраска. А, блин. Это же собачий патруль. Узнаете? Щенячий точнее. Вот они все. Тоже такое. Вот, короче, их шоу-рум. Игрушек дофига. От самых маленьких до самых больших. Есть известные. Есть даже сай. Класс. О, это же сиросин. Класс. Смотрели этот мультик, знаете? Те, кто учил китайский, я думаю, его знают. И, кстати, видно, какая упаковка может быть. Может быть цветные такие пакетики. Понятно, что обычный полибэк тоже может быть. Прозрачные пакетики. Мы такие делали, как Снейл Боб. И тоже игрушки из многих элементов состоит. Да? Или сложные очень. Жесть. Сколько работы. Просто, просто неимоверно. Тем не менее. Фигачат в огромных количествах. Вот эти все фигурки. И что-то вьетнамское. Каких мультиков не знаю. Тоже Азия. О, Марвел. Тоже тут. А, и вот этот чувачок, которого сейчас как раз делают. Тоже. Знаете, кто это? Знаете, напишите. Я не в курсе. А здесь какие-то голые женщины. Интересно. Вот эти, конечно, маленькие фигурки меня больше всего выражают. Поскольку они высокоточные. А, и вот эти машинки тоже сейчас в производстве. Они у них. Кто это такие? Баллисты. Майкл Джексона. Как я его не мог не заметить. Целый набор Майкла Джексона. Я думаю, сейчас он будет пользоваться популярностью. Учитывая его прошлое. С детьми. Все эти истории. Все понятно. По сложности. По упаковке. Материалы могут быть разные. Это может быть пластик. Может быть еще нейлон. Резина. То есть они могут быть гибкие. И, в принципе, доступные для материалов. Салер Мон или нет? Или какая-то другая. Все что угодно. За ваши деньги. Бобс Нейл. Да, вот такие игрушки. Вот мы похожие делали. Обратился ко мне крупный заказчик. Это был 20-й год. Это с первым мы уже окружали. Из Беларуси. Это крупный завод. Мясокомбинат. Которому нужно было сделать игрушки. Которые бы вкладывали в каждую упаковочку. То есть как бы привлекали детей. То есть это была акция на сосиски для детей. И нужно было собрать колесо фигурок. У них есть свой паспорт. И они серию сделали разных фигурок. Это были полностью придуманные с нуля. Ну как, созданные с нуля макеты. 3D чертежи. Их нужно было произвести. Общая партия была 300 тысяч штук, по-моему. Если я не ошибаюсь. То есть большое количество. Очень маленькие фигурки. Они должны были быть экологически безопасны абсолютно. А, они еще на присоске. То есть это вот в принципе как в сельпо Украине так делал. Стикис. Но они были примитивные. А здесь были... Здесь намного сложнее. Много цветов. Покрашены четко. Никаких расплывов. Никаких разводов там. Не знаю как было. Но те же стикис. И вот эта задача стояла такая. Я помню, что затянулся этот проект. Из-за чертежей. Из-за образцов. Из-за переделки. То есть было несколько инспекций. Но в целом все хорошо. Партию эту мы отгрузили. Но кстати денег за нее... Последний платеж я уже так и не получил. Потому что все. Беларусь она теперь враг. Принимать платежи от них нельзя. И соответственно все уже. Короче. Сотрудничества никакого нет у нас. Но тем не менее кейс остался. Я так хотел даже показать этот кейс. Он красивый. В плане сложности работы. И большой тираж. Сложная задача. И реализация с нуля. Но могу прорекламировать эту фабрику. Им можно задавать довольно сложные задачи. Любого рода. Рекламную продукцию в огромных тиражах. Игрушки. Промо товары. С вашим логотипом. С вашим маскотом. Все они могут сделать. Уже проверено. Обращайтесь. Контакты будут мои под видео. Обсудим. Ну и такая маленькая экскурсия для вас. Производство. Таких вот вещей. Я думаю интересно. Если не интересно. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Здесь много всего будет интересного. С выставок. С производства. И с разных уголков Китая. Чего-то контейнер провезли. Обожаю такие птинистые улочки. Как в Шанхае. Я намешал себе перемешку. Немножко уксуса. Немного соевого соуса. Остренькое приправа. И лао канма, конечно. И пробую пиво нанцинь. Чтобы много нового пива появилось. Чэнсинь, нанцин. Раньше только Янзян, Финдао и Харбин. Походу у всех китайских городов будет пиво. Как вам? Боже, как это вкусно. Тоже строят тут китайцы. Целые кварталы строятся. Застроечка такая советская. Вспоминаю Канбаши, Ордос. Это в другом видео. Внутренней Монголии. С городом-призраком. Приезжаем в Канбаши. Вот эти все дома, они все. Город-призрак. Надеюсь, что оно будет заполнено, конечно. Цены на жилье продолжают расти. Жилье нужно китайцам. Они богатеют. Все равно есть стереотип, что квартира должна быть перед тем, как... Женится, выходит замуж. Вопрос, просто и предложение все равно состоится. Строится, походу, намного больше, чем нужно. Привет. Привет. Друзья, это наш главный знакомый. И у него офигенный, кстати, инстаграм. Это Шалбан. И мы с ним знакомы уже давно заочно. А теперь только первый раз встретились. Живую. Оба, это мы в корейском райончике. Какой-то магаз. Супермарк. Да. А, ну да, это посудка. Но мы ищем еду. Осторожно. Пиво выезжает. Манхи пи. Корейская бантика. Света очень вкусно. И пиво корейское не пробовал. Так. Какой здесь? Куна. И... Это. Порежки. Ощущается сало? Очень жирно. Не, не ощущается. Хотя очень жирно. Куна. Куна. О, блин. Вот это остренькое. О, блин. Вот это остренькое.